МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты телеканала Хабар и Алибек Абдилов готовы представить вам итоги дня. Добрый вечер. Сегодня в выпуске. Черные озера. Нефтяные остатки продолжают отравлять экологию от раух. Общественность бьет тревогу. Дорогие выбросы. В какую сумму оценили ущерб экологи Усть-Каменогорска и кто загрязняет городской воздух? Тайны Золотой Орды. Сенсационные открытия сделали археологи на севере страны, что обнаружено в мавзолеях 14 века. А теперь обо всем по порядку. Мошенники из России сняли со счетов казахстанцев 200 миллионов тенге. Доступ к банковским данным граждан о ней получали с помощью ложной рекламы в интернете. Об этом сегодня в Можлесе сообщил первый вице-министр внутренних дел страны. По его словам, на удочку преступников попали 42 соотечественника, а вот имена мошенников до сих пор неизвестны. Переговоры с россиянами по предоставлению данных, способных помочь раскрытию преступления, затянулись на два месяца. За это время сведения были утеряны. Чтобы избежать волокиты, мошлесмены сегодня ратифицировали соглашение со странами СНГ. Документ позволит беспрепятственно обмениваться данными для борьбы с преступлениями в сфере информтехнологий. Вот это соглашение, оно призвано к оперативному обмену информации о возможных совершения таких преступлений, способах, формах, возможных лицах, которые причастны к совершению таких преступлений. Если в конкретном случае, например, значит, вовремя заблокировать счета, которые использовали для перевода по электронным коммуникаторам, вернуть людям утерянное. В глобальном индексе кибербезопасности ООН Казахстан за два года поднялся на 42 позиции. Сейчас страна занимает 40-ую позицию. Сегодня в республике реализуется программа «Кибершит Казахстана». А со следующего года внедрят СМС-оповещение об использовании персональных данных. Это позволит предотвратить утечку личной информации граждан. Сейчас в Министерстве цифрового развития работают над поправками в законодательстве. Вот эта техническая система, она, на наш взгляд, позволит увеличить прозрачность в этом вопросе. То есть каждый гражданин, даже когда в соответствии с законодательством он передал свои персональные данные государственному органу какому-либо, он в любом случае будет уведомлен о том, что сейчас государственный орган делает с его персональными данными. А в случае передачи третьим лицам он получит уведомление и вопрос, согласен ли он на эту передачу или нет. Продолжаем выпуск. В 200 миллионов тенге оценили экологи ущерб окружающей среде от работы заводов и фабрик на востоке страны. По подсчетам экспертов, ежегодно в городской черте оседает больше 50 тонн диоксидов азота, углерода и сиры. Выявить и наказать загрязнителей экологи рассчитывают с помощью горожан. В соцсетях открыта горячая линия, куда каждый может написать жалобу, по которой будут инициированы проверки нарушителей. Очень много людей пишут, с удовольствием откликаются на эту акцию. На основании этих заявлений специалисты департамента уже открыли проверки на ряде предприятий пищевой промышленности и дорожной. Продолжают отравлять экологию от ТРАУ семь озер с остатками нефтепродуктов в пропарочной станции, где очищали железнодорожные цистерны. В августе горожане обратились в нашу редакцию с просьбой помочь. Проблемой заинтересовались экологи и прокуроры. Чем закончилось противостояние, расскажет Виктор Сутягин. За месяц, отведенный железнодорожником на утилизацию этого рукотворного мини-месторождения, здесь ничего не изменилось. Все семь озер и емкостей с остатками нефтепродуктов продолжают токсичными испарениями травить экологию города. Железнодорожники игнорировали предписание экологов приступить к уборке нефтяных отходов и рекультивации завозученной территории. Это наследие от пропарочной станции компании КТЖ. Закрыли ее 13 лет назад по решению суда. До жилых домов отсюда рукой подать. Уходя, железнодорожники оставили не только емкости и озера с отходами нефтепродуктов. Мазутом залиты недемонтированные железнодорожные пути. Ржавеет эстакада. Разрушаются здания. Проблема все не решается. Свои силы решили попробовать депутаты. Мы полностью поддерживаем гражданский совет. Мы в курсе, что там разлив нефти был. И самый важный момент сейчас – рекультивация этого места. И мы будем контролировать этот вопрос и доведем до конца. А закончиться история должна была еще на днях. Предписаний в адрес нацкомпании экологи потребовали очистить территорию до 30 сентября. После получения ответа на ранее направленный запрос департамента будет назначена внеплановая проверка по исполнению ранее выданного предписания. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры. То есть, в случае неисполнения выданного предписания департаментам будет возбуждено дело об административном правонарушении. Но мы будем следить за развитием ситуации, дожидаясь, когда железнодорожники, наконец, приступят к уборке этой территории, где природный токсин, каковым является нефть и продукты из нее, испаряясь, продолжает отравлять экологию города. Виктор Сутягин и Тимирлан Сутенгазеев. Итоги дня от ИРАУ. Выговор объявлен главе Жизказгана Кайрату Бегимову за проблемы с питьевой водой. Пошла вторая неделя, как жители города остаются без холодного водоснабжения. Сегодня в Акимате заявили, ремонтные работы в Утас-Айдосском водоводе завершены. Однако подача воды снова откладывается. При заполнении сетей произошел очередной порыв. Сейчас все силы брошены на устранение аварии. Изношенность коммунальных сетей в Жизказгане достигает 70%. И к другим новостям. В Карагандинской области на бригаду скорой помощи с кирпичом напал житель Шахтинска. Сначала дебошир не пустил фельдшера в квартиру, где находилась пострадавшая от его рук женщина. Потом стал бить кирпичом по капоту и стеклам служебного автомобиля. Все происходящее медики снимали на камеру. Нетрезвого мужчину усмирил участковый. И только тогда врачи смогли оказать помощь его сожительнице. С дебоширом будет разбираться полиция. В отношении 36-летнего мужчины накануне происшествия участковым инспектором полиции был собран материал для направления его на принудительное лечение от алкоголизма. На сегодняшний день он находится на лечении в СЛПУ города Сарани. Нападение на бригаду скорой произошло и в семье. Инцидент произошел глубокой ночью, когда медики приехали на вызов к супружеской паре. Беременная женщина жаловалась на боли в животе. Муж, который встретил медперсонал спустя 9 минут после вызова, находился в алкогольном опьянении и вел себя агрессивно. Мужчина требовал, чтобы его жене поставили обезболивающие. После вместе с другом начал избивать фельдшеров. Мужчину задержала прибывшая на вызов полиция, а беременную женщину с телесными повреждениями доставили в больницу. Он требовал, чтобы она без осмотра сразу начала делать инъекции обезболивающие, на что фельдшер попросил его выйти. И здесь он ударил ее в лицо. Второй фельдшер пытался заступиться за фельдшера девушку. Здесь муж с другом начали его избивать, пинать его. Наши фельдшера сейчас находятся в больнице с отрясением головного мозга. У одного фельдшера, помимо сотрясения, еще перелом спинки носа. В Жамбалской области почти 7 тысяч семей скрывали свои доходы и незаконно получали адресную социальную помощь. Из них 933 согласились вернуть в бюджет больше 130 миллионов тенге. Пока недобросовестные получатели возвратили государству 21 миллион. Среди псевдо-нуждающихся владельцы крупных крестьянских хозяев, двухэтажных коттеджей, дорогих автомобилей. В документах они указали, что не имеют дохода. Такая ситуация стала возможной из-за упущений самих специалистов, которые назначали АСП, отметили в управлении занятости и социальных программ. Обнаружены нарушения по базе данных ЕХАЛОК. Это министерская база, у нас это все есть. Определено было оно тем, что по происшествию двух-трех месяцев у человека по базе данных появилась пенсионная выплата за те месяцы. В свое время, когда документы оформления, они объявляли себя безработным или минимальным доходом 42 500 тенге. Поэтому документы прошли, назначение пошло, а потом выявлялись выплаты пенсионные. И все, поэтому вот это 7 тысяч семей было остановлено на этой основе. Детский омбудсмен Аружан Саин добивается передачи бесходного здания в Алматы Центру для лечения детей с ДЦП. Помещение намерено передать в частные руки. Анастасия Валикжанина узнавала подробности. Дочери Шинар Нигмеджановой в 4 месяца поставили диагноз ДЦП. Сейчас Айдарея 2,5 года, но до сих пор девочка не может самостоятельно ни ходить, ни кушать. Шинар считает, что если бы ее дочери смогли оказать своевременную помощь, то, возможно, сейчас она могла бы многое делать сама. Но, к сожалению, в Казахстане нет центров реабилитации, в которых можно наблюдаться с рождения. Я вот по своему опыту вижу, что я была не готова принимать ситуацию. Не верила, что с моим ребенком вот такое. За это время, где-то год, мы могли бы по-другому уже как-то, если бы среагировали бы вовремя, достижения у нас были бы другие, еще лучше. Открыть центр для реабилитации детей с ДЦП можно на базе детского дома номер 1, здание которого уже давно бесхвозно простаивает. Кстати, несколько лет назад такое предложение рассматривалось. В таком центре нуждаются больные малыши, которым с самого рождения нужна медицинская помощь. Если мы не оказываем эту помощь на ранней стадии, то мы получаем к трем годам ребенка, уже которому невозможно так кардинально помочь. И когда у нас устанавливаются уже эти диагнозы и должна начинаться реабилитация, которой в Казахстане пока нет, мы потом тратим родителям и государству огромные деньги на реабилитацию, которые не принесет такого результата, как если бы это было оказано своевременно. Этот детский дом когда-то был на балансе Управления общественного здравоохранения. В Акимате сообщили, что его передали в ООО социально-предпринимательские корпорации. По словам оружан, там собираются сделать частный детский сад. Мы все понимаем, что можно забрать его из ПК, потому что посмотреть по срокам, как давно его передали, почему оно еще до сих пор пустует. И если есть потребность у жителей города использовать это здание, даже для такой небольшой, может быть, малочисленной группы, но уязвимой категории населения, то почему бы это не сделать? По статистике, в 1990 году в Казахстане на 100 тысяч человек было 23 ребенка с диагнозом ДЦП. В 2017-м эта цифра выросла в 3,5 раза. Очень нехорошая тенденция, но ее можно не просто остановить, а предотвратить. Анастасия Валикжанина, Валентин Лобанов, итоги дня Алматы. О том, как работает столичный центр для социально уязвимых слоев населения Жануя, президенту сегодня сообщил Аким Нурсултана Алтай Кульгинов. Он также отчитался в выполнении поручения по строительству доступного жилья для очередников, в числе которых малообеспеченные семьи и молодежь. На встрече также рассмотрены меры по водообеспечению и газоснабжению города. Касунжо Мартокаев дал ряд поручений по развитию столицы. Продолжаем выпуск. Свободная торговля. Низкие, пошлиные или их отсутствие. Таковы результаты встречи лидеров стран-участниц ЕС. На заседании Высшего Евразийского экономического совета Казахстан, Россия, Армения, Кыргызстан и Беларусь подписали соглашение о свободной торговле с Сингапуром и Ираном. Тем временем на внутреннем рынке Союза до сих пор не могут решить некоторые проблемы. О них Тимур Козагулов. Нигде это не прописано, но нам почему-то это вменяют, что мы нарушаем. Алмаз Тубеков – производитель известных в стране полуфабрикатов. Его продукция снова не попала на российский рынок. На этот раз Россельхознадзор обнаружил следы якобы незаявленного продукта. У нас никаких нарушений абсолютно нет. Чисто техническая причина, она неустранимая. Из-за страха, что такие будут ситуации возникать, мы просто, скажем так, не рискуем на сегодняшний день отправлять на свою продукцию. Не принимают наши сертификаты в России часто. Того и продукты Made in Kazakhstan за рубеж продавать стали меньше. На проблему обратил внимание президент и говорит, торговля между странами ЕС сократилась. Вводятся различные экспертизы, дополнительные требования на региональном уровне, негласные распоряжения и так далее. Усугубляет ситуацию то, что введение таких ограничений подробно освещается в средствах массовой информации государств-членов, тем самым вызывая недоверие к интеграции, а может быть и ее дискредитацию. Евразийской экономической комиссии жалобы фиксируют и отмечают. Техрегламент в ЕС единый, но пока несовершенный. Документ нуждается в детализации и расширении, иначе двойных стандартов не избежать. Наш анализ, как раз анализ обращения от бизнеса, он показывает, что такие проблемы, они уже чуть ли не системного характера. Зачастую бывает так, что вот эти бюрократические процедуры или излишние контрольно-надзорные функции, они препятствуют доступу свободному продукции на рынок. Потом происходит долгая процедура разбирательств. В конечном итоге бизнес уже несет реальные убытки. К свободной торговле без барьеров Казахстан и его коллеги по ЕАЭС идут к азиатскому тигру Сингапуру. Соответствующее соглашение подписано. Сейчас экспорт-импорт Казахстана и Сингапура – это 200 миллионов долларов в год. Заключение договора увеличит суммы в разы, если, конечно, иное не будет оговорено во внутренних нормативно-правовых актах некоторых участников экономического объединения. Мы действительно можем от этого здорово выиграть. Сингапур обнуляет полностью все таможенные пошлины, и наши товары при доступе на их рынок будут заходить без пошлина. Сингапур для нас в первую очередь интересен, как страна высокоразвитая, с большими интересными технологиями. И мы очень хотели бы, чтобы здесь открывались компании, это инвестиции, которые бы приносили свои технологии сюда. Свободно торговать по низким пошлинам сможет Казахстан и с Ираном. На это у сторон есть три года. Временное соглашение вступит в силу 27 октября. Пока же похвастаться особо нечем. С начала года товарооборот составил чуть больше 217 миллионов долларов. Исламская республика закупает у Казахстана халяльное мясо, крупы, сталь, конденсаторы и аккумуляторы. В нашу страну завозят иранские финики, фисташки, строительные камни, изделия из пластмассы и стекла. Пока же страны ЕАЭС расширяют границы и готовы выгодно сотрудничать с другими рынками. Сейчас у нас еще ведутся переговоры с Израилем. В активной стадии с Египтом. Мы думаем, что, возможно, в следующем году будем завершать. И, скажем так, в начальной стадии переговоры с Индией. Это огромный рынок, и он был бы интересен. Именно зона свободной торговли. Новые торговые обязательства Казахстана в рамках ЕАЭС накладывают ответственность прежде всего на товаропроизводители, подчеркивают эксперты. Больше потребителей больше нужно и производить, не забывая при этом покрывать внутренний спрос. Тимур Казаголов, Алибек Алиев, Айбен Кусанбеков. Итоги дня. О реализации программ льготного кредитования президенту сегодня доложил глава Назбанка. Ербул Адусаев также информировал о проведении независимой оценки качества активов банка второго уровня. Также были подведены итоги работы по снятию долговой нагрузки с граждан. Касым Жомар Тукаев поручил главе финрегулятора обеспечить эффективную работу финансового сектора. Открыть школы добропорядочности в Казахстане. С таким предложением выступили на Ассамблее стран Международной антикоррупционной академии. По мнению экспертов, это сформирует антикоррупционную модель поведения и подготовит молодых представителей антикоррупционного движения новой формации. Открывая заседание, государственный секретарь Хромбек Ушербаев выступил с приветственным словом от имени президента страны Касым Жомар Тукаева. Он отметил, что симбиоз теории и практики, анализ общего мирового опыта позволит академии готовить высококвалифицированных специалистов в сфере противодействия коррупции. С развитием Шымкента и строительством Туркестана сегодня ознакомился глава Кабмина Оскар Мамин. Подробности в материале Катерины Попковой. Так будет выглядеть новый терминал аэропорта Шымкента. Он появится уже осенью следующего года. За его реализацией внимательно следит глава правительства Оскар Мамин. А это уже окраина Шымкента. Здесь нет городского лоска и многих благ цивилизации. Местная жительница Гульня Сабдирова обратилась за помощью в приемную партии Нур-Отан. Неделю назад ее принял премьер-министр и обещал лично приехать и посмотреть. Оскар Мамин ознакомился с состоянием инженерной инфраструктуры жилого массива Бадам. На сегодняшний день вопрос инфраструктуры абсолютно не решен. На сегодняшний день проводятся качественные электрокабели. Ее, наверное, подрядчики говорят, в октябре месяце уже сдадут в эксплуатацию. Премьер-министр также посетил значимое для многих горожан место – городище Шымкент. Скоро здесь появится музей под открытым небом. Проект несет историческую ценность и призван стать привлекательным туристическим объектом. Глава правительства также осмотрел завод по производству керамогранита. Сегодня это одно из образцовых предприятий, где используют передовые технологии. На сегодняшний день более 7 миллионов квадратных метров продукции произведено нашим заводом. Из них 22%, более 1,3-1,4 миллиона квадратных наши продукции экспортируют в республику Бурганистан, Тургизию и Таджикистан. Премьер-министр побывал и в Туркестане. Там он посмотрел строительство дороги на международный аэропорт, а также других крупных объектов. Но особое внимание – озеленению. Оскар Мамин посадил дерево на аллее, дав старт предстоящей 3 октября республиканской акции по посадке саженцев. «Завтра мы планируем, что будет высажено, во время экологического часа будет высажено порядка 200 тысяч деревьев по всей стране. После этого 12 октября мы проведем масштабную акцию по посадке деревьев уже по всей республике, не ограничиваясь только школами. Вообще, в целом, по нашим расчетам, этой осенью будут высажены не менее 1 миллиона деревьев». До конца года в Туркестане уже сдадут первые объекты. Это будет здание Акимата, медиа-центр, площадь Нур-Султан, городской парк, музыкальная школа, а также новый ЦОН. Катерина Попкова, Нурмахан Мусатов, Шымкент, итоги дня. А вот как выполнять поручения президента в регионах сегодня узнавали наши корреспонденты. Здравоохранение, жилье, земельные вопросы. Обо всем по порядку Вячеслав Фетлугин. Только после громких убийств егерей в республике начались важные законодательные реформы. Изменения планируются и в самой структуре охот зоопрома. Вот только проблему нехватки егерей такими реформами не решить. На западе страны, к примеру, инспекторов не хватает. Сейчас большой уклон делается на усиление законодательства в области охраны. Есть проекты этих, но еще не утверждены, что раньше, например, если по 339 статье уголовного кодекса перевозка, хранение, добыча дериватов, только было условно это, ограничение свободы, то в новом законодательстве уже срок от 3 до 5 лет там будет. В Кызылординской области часть полей поросла бурьяном. Неиспользуемые земли у нерадивых пользователей будут отбирать. Благодаря этому в ближайшие 4 года на юге республики вдвое увеличат орошаемые площади. Государству вернут как минимум 90 тысяч гектаров. К ним подведут поливные каналы за счет частных инвесторов. Смонтируют системы капельного орошения. У нас сырые, любой еще козыр. При реализации проектов будет восстановлено 187 тысяч гектаров земель. Под эти цели Всемирные и Азиатские банки развития выделят порядка 164 миллиардов тенге. Реализация программы даст возможность развить сельское хозяйство области на 30-40%. И еще на 25-30% экономить воду. Прячь, прячь. И раз. Нет, не хитрый. Брррдин, залазь. Раз. В реабилитационном центре Айала в Актубе недавно устроили стационар. Его очень ждали родители малышей с особенными потребностями. Две недели как вот встали мы на портал. Быстро прошли по квоте вот это все. И вот молодцы. Мне понравилось. Мой сын, у него диагноз мышечно-прогрессивающая дистрофия. Мы сегодня были первый раз на ОФК. Я смотрю, они посадили на аппарат, где можно руками двигать. Смотрю, у них и для ног специально есть. В Карагандинской области в следующем году построят 650 тысяч квадратных метров доступного жилья. Больше 200 карагандинских семей с низким доходом смогут получить льготные жилищные займы по программе БКТ-Отбасы. Мы ознакомились с домом. Очень красивый дом, очень хороший. И двор большой, участок большой. И детям хорошо тут играть. У меня шестеро детей, сын, старший сын и пять девочек у меня. У нас такие чувства не передать. Мы очень счастливы, что получили этот дом. Чтобы решить некоторые нерешаемые проблемы, люди вынуждены были писать, да все еще пишут лично президенту. До местных чиновников порой не достучаться. Но вот двери Акиматов наконец начинают приоткрываться. Сами они перестают быть похожими на закрытые форпосты. Вот в таких вот фронт-офисах от проблем местного жителя не скрыться и через секретаря не передать, что тебя нет на месте. Вячеслав Ветлугин и Дмитрий Пыхтин, а также мои коллеги, собственные корреспонденты программы «Итоги дня». Между тем, в своем послании президент параллельно задал направление для решения наиболее актуальных вопросов. Облегчить работу микро- и малому бизнесу, освободив на три года от налогов. Поддержать предпринимательство дополнительным финансированием в 250 миллиардов тенге. Позволить казахстанцам использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья или образований. До 2023 года перенесен вопрос о дополнительных пенсионных начислениях в размере 5%. 3 миллиарда тенге государство направит на обеспечение гарантированной бесплатной медицинской помощи. Кроме того, ряды госслужащих сократят на четверть, а сотрудникам гражданской защиты повысят оклад. На это выделят 40 миллиардов тенге. Продолжится и реализация программы «Аул Ельбисыга». 90 миллиардов тенге направят на решение насущных проблем сельчан. Сегодня историческое событие отмечают Павлодарские речники. Там впервые после возобновления работы местного судоремонтного завода спустили на воду легендарный теплоход БТ-324. Через несколько лет этому судну исполнится полвека. Сегодня оно словно получило второе рождение. За уникальной операцией спуска огромного теплохода на воды Затон наблюдал Салават Тимир Булатула. Позади почти полгода кропотливой и очень тонкой работы мастеров судоремонтного дела. И вот они наводят последние штрихи. Для капитана-механика первой группы Юрия Кремнева этот теплоход как второй дом. Шутка ли? За его штурвалом он уже 39 лет. Ходил вплоть до Охотского моря и теперь снова мечтает выйти в дальние плавания. Я так считаю, что государство должно принимать участие, чтобы все это возобновилось не так, как в определенной вере, как затихло, а вот подняться на 100% на уровень грузоперевозок. Россия, предположим, то же самое, как мы делали в старые времена. Лес, щебень, ЖБИ. Одним словом, желательно, конечно, все это было. Ну, глядя на этот пароход, можно сказать, вложение хорошее, он себя должен оправдать. Слипые или так называемые наклонные площадки с мощным тросом тоже целиком проверены и готовы. И вот кульминационный момент. Многотонная машина плавно и почти незаметно спускается в воду. Сегодня на Павлодарском судоремонтном заводе поистине историческое событие. После капитального ремонта на воду спустили легендарный теплоход БТ-324. Дничевая часть, кормовая часть, бортовая часть, ремонт механизмов машинного отделения. Мастера провели огромную работу. Для этого было использовано 25 тонн специальной судовой стали. Не меньше рад за отца и 25-летний матрос Владимир Кремнев. Он с детства работает с ним на одном судне. А вообще у этой семьи в порту целая династия. Глаза у отца горят, потому что всю жизнь, считай, отец проработал на данном теплоходе. И всегда было желание его как-то реставрировать. На это мало внимания уделялось. Сейчас вот наконец-то настал тот долгожданный момент, когда теплоход усовершенствовали, сделали его более новым. Долгие годы ремзавод лежал на боку. Следить за судами было просто некому. Пока не нашелся иностранный инвестор. Теперь сюда выстраиваются очереди. Конечно же удовлетворение, радость, что мы все-таки можем делать это дело. У нас здесь специалисты, те, которые практически всю жизнь работали в суде ремзаводе. Всю жизнь отработали. С момента реанимации ремзавода БТ-324 стал самым крупным проектом по капремонту. Сейчас его еще ждет внутренняя отделка и ходовые испытания по акватории ТШ. А уже будущей весной он снова возьмется за перевалку грузов. Работать и так было всегда приятно. Как бы вода, она к себе манит. Это же романтика в первую очередь. Вот. Теперь будет приятнее вдвойне работать или даже втройне. А, не знаю, будем продолжать работать, ходить в далекие направления. Навигация на РТШ близится к логическому завершению. А вот на сударьем заводе, напротив, начинается горячая пора. На очереди капремонт трех многотонных баш, которые возят в российскую Сибирь песок, щебень, уголь, соль и другие грузы. Из Павлодара, Салават Семербулатулы, Самат Аспанов и Марат Игликов. Итоги дня. В Казларде отмечают День города. Сегодня ему 201 год. К празднику в областном центре приурочили сдачу нескольких социальных объектов. Еще несколько лет назад поверить в то, что по ту сторону реки появится новый город, было сложно. Сейчас, вслед за музеями, центрами молодежи, здесь появляются новые соцобъекты. К примеру, этот детский сад. Возвели его по принципу государственно-частного партнерства. До школьного учреждения готовы принять 320 малышей. Очень правильно, что бизнес помогает государству решать социальные проблемы. Этот детский садик был нам очень нужен. Сейчас сюда я привел своего внука и двух правнуков. Сегодня же десятки козлардинцев отпраздновали новоселье. Тут возвели сразу четыре многоэтажки. Квартиры в них получили ветераны тыла и участники войны в Афганистане, дети-сироты и люди с особыми потребностями. Одна из новоселов – Табига Драхманова. Дом замечательный, планировка удобная. Само здание расположено на левом берегу реки Сырдарья. Рядом набережная. Мы просто счастливы. О таком даже не мечтали. Сейчас на левом берегу Сырдарьи начато строительство еще нескольких домов. В целом, за последние годы в областном центре появилось 15 новых микрорайонов. Больше 7 тысяч козлардинцев смогли решить свой жилищный вопрос. Промоутеры сулят победу Triple G в бою с Сергеем Деревянченко. О том, как Головкин готовится к бою, а также о других новостях со спортивных полей расскажет мой коллега Тимур Козагулов. Тимур, приветствую. О чем расскажешь сегодня? Вечер добрый, Алибек. Расскажу еще о турнире по теннису в Алматы и немного о результатах матча в Лиге чемпионов. Обо всем подробнее прямо сейчас. Пока в столице идет мировой турнир по большому теннису, в Алматы стартовал международный турнир по настольному. География участников расширилась, отмечают организаторы. В этом году добавились спортсмены из Азербайджана и Киргизии. Всего же теннисисты из пяти стран мира. Казахстана, Азербайджана, России, Кыргызстана и Узбекистана. Соревнования проходят хорошо. Два года назад, здесь, в 2017 году, я стал чемпионом. В 2018 получил третье место. В этом году пришел с новыми силами, в хорошей форме. Думаю, что смогу победить. Между тем, второй тур. Группового этапа Лиги чемпионов Уэфа набирает обороты. Матчи получаются яркими и по большей части богатыми на голы. Реал Мадрид сыграл с клубом Брюген. В Мадриде провел ничью со счетом 2-2. ПСЖ в Стамбуле нащипал уязвимость Галатасарая, счет 1-0. По-настоящему захватывающим получился матч Баварии против Тоттенхэма. Баварцы забили 7 мячей ворота Лилейна-Белых. Сегодня на площадках Европы пройдут еще 8 встреч. Действующий победитель Лиги чемпионов Ливерпуль примет Зальцбург. В первом туре подопечные Юргена Клопа проиграли Наполе. Поэтому английский клуб стремится набрать 3 очка. На этом все. Такая вот спортивная среда. Или Алибек. Эфир тебе. Спасибо, Тимур. Это итоги дня мы продолжаем. Больше века насчитывает стаж династии учителей Сигизбаевых. За самоотверженно труд и преданность профессии семья удостоилась высокого звания лучшей педагогической династии в недавнем столичном конкурсе. В чем секрет успеха и как сохранить традицию преемственности поколений в профессии узнала Лаура Байбатчанова. Учить детей английскому она мечтала с детства, когда сама всерьез увлеклась иностранным языком. Уже в старших классах Лязат Сигизбаева точно знала, свою жизнь она посвятит профессии педагога и продолжит семейную династию. За 10 лет она доросла до заместителя директора. Затем решила оставить административную работу, а вместо этого заняться любимым делом – учить английскому. Причем не только казахстанских школьников, но и детей из-за рубежа. Лязат выиграла международный грант и прошла трехмесячную стажировку в Индии. Сейчас у учителей есть вся возможность себя реализовать именно в учительской работе. Лев Толстой говорил, что для того, чтобы быть хорошим учителем, достаточно двух качеств. Это иметь большие знания и иметь большое сердце. На самом деле это большое удовольствие, большая радость приходить утром в школу, видеть счастливые лица детей, видеть, как у них получается, видеть обратную связь, когда ты даешь им знания, когда у них получается. Я считаю, что это лучшая награда для любого учителя. Раскрытие потенциала детей стало лучшей наградой и для мастера кисти и карандаша Даурина Бесенбаева. В профессии он больше 20 лет. За эти годы удалось взрастить немало талантов. Секрет успеха объясняет просто – нужно любить детей и быть преданным делу. Работа с детьми – это такое спокойствие. Видишь, когда ребенок работает, показывает свой внутренний мир, показывает свои мысли на листе бумаги. И тем самым мы, можем сказать, взаимодействуем с ребенком, как личность, дети – это наше будущее. Надо их вдохновить, раскрыть тот потенциал, который заложен в природе, помочь им выбрать свою будущую профессию. Лизат и Даурин – продолжатели династии педагогов. К тому же они оба из одной семьи. В канун профессионального праздника Сигизбаевы победили в городском конкурсе в номинации «Лучшая педагогическая династия». Общий стаж в профессии членов семьи превысил век. Лаура Баебыченова, Марат Таубаев. Итоги дня. Сенсационно открытое сделали археологи на севере страны. На территории Уалихановского района ученые нашли артефакты XIV века, относящиеся к эпохе золотой арты. С подробностями Зайра Джакупова. В середине сентября на этом месте полным ходом идут раскопки. Возле сел Каратал и Береке группа обнаружила руины семи мавзолеев, предположительно, XIV века. Усыпальницы Золотой Орды принадлежат представителям династии Джучихана, говорят археологи. Вот такие мазары, как мы нашли, их не так много в Казахстане. А в этом регионе вообще впервые обнаружен такой уникальный артефакт. Мы приехали сюда с большой надеждой найти что-то уникальное. И мы нашли. Угол мавзолея с огромным куполом и мощные стены, по словам историков, инженерные сооружения возводились по специальным расчетам. Это было мощное массивное здание. Внутри сооружения удалось обнаружить остатки усыпальницы, которая принадлежит средневековым правителям, жившим здесь в долине реки Селиты, несколько столетий назад. О том, что на территории средневекового поселения развивалось животноводство, земледелие и ремесло, свидетельствуют следы от арыков, остатки обжиговых печей, обломки керамической посуды, золотых брошений и другие артефакты. Найдены и древние захоронения. Поисковые работы продолжатся символично, что столь уникальную находку обнаружили в преддверии празднования 750-летия Золотой Орды. Зайра Джакупова, Руслан Алиев. Итоги дня. Северо-Казахстанская область. Казахстанские документалисты вернулись из Сирии, где были сняты уникальные эпизоды к фильму о Великом Аль-Фараби. Создатели практически повторили путь легендарного просветителя и попытались восстановить утраченную связь между древней цивилизацией и современным миром. Именно на казахской земле в городе Атырар, что на берегу реки Арысь, и родился человек, которого затем в научном мире назовут вторым учителем после Аристотеля. С того времени прошло больше 11 веков. Авторы фильма «Возвращение учителя» Сергей Азимов и Галим Каирмутанов начали обратный отчет времени, чтобы пройтись по следам великого философа и разгадать феномен бессмертия идей и трудов Аль-Фараби. Казахстанские исследователи вместе со съемочной группой построили маршрут из Атырара в Багдад, Дамаск и Алеппо. Это и Аль-Фараби. Это и Авицена, который утверждает о том, что если бы я в свое время не смог бы ознакомиться с трудами Аль-Фараби, я бы не смог понять это мироздание. Это и Хоризмия, и Бухари. Вы знаете, это был единый мощный научный потенциал тюркского мира. И это мы должны показать так, чтобы это стало понятно и убедительно зрителю. Вот это самая главная задача. В Багдаде и Алеппо Аль-Фараби изучал естественные науки, интересовался астрономией, математикой, логикой, медициной, правом, психологией. И как бы это ни показалось удивительным, он любил заниматься музыкой. В результате написал 160 научных трактатов, которые охватили почти всю средневековую науку. А вот в Шаме, современном Дамаске, он написал свои фундаментальные труды и провел последние годы жизни. Здесь же, в 80-летнем возрасте, он и был похоронен. Казахстан воссоздал в Дамаске мемориальный центр Аль-Фараби. Он захоронен там, где покоятся близкие люди, родственники пророка Мухаммеда. Вот его родственники прямо рядом к кладбищу Аль-Фараби. И это показывает, то время его ценили. И рядом, близко с родственниками, хоронит человека, который приехал, известно откуда. Это его признание, его застук. Мир называет Аль-Фараби вторым учителем, ставя в один ряд с Аристотелем. Последний, еще в IV веке, изложил свое видение о развитии человеческой цивилизации. А спустя пять веков Аль-Фараби развивает его труды как науку и создает собственную методологию. Учение восточного философа в средние века широко распространилось в Европе. Прочите его трактат о добродетельном городе. Абсолютно современные мысли, абсолютно современные рекомендации о том, как должны люди жить в согласии, о том, каким должен быть человек, на которого возложена функция государственного мужа. Так авторы раскрыли феномен Аль-Фараби. Он вечен, потому что труды его актуальны во все времена. Большая часть фильма уже отснята. Его создатели не делали реконструкцию исторических событий. Но этот прием они все же использовали, только опосредованно. Одним из героев ленты они выбрали скульптора, уроженца Ацерарского района Насыра Рустемова. Он писал портреты Аль-Фараби и ваял его бюсты. Художник и сам похож на легендарного учителя. Его образ на экране свяжет прошлое и настоящее, с помощью которого Сергей Азимов и Галим Кайргмутанов пытались восстановить утраченные связи – исторические, научные, духовные. Владимир Бовхис, Эдуард Конкин, Ж. Амраев. Итоги дня Алматы. Такое было информационная картина сегодняшнего дня. До встречи в эфире завтра в это же время. Редактор субтитров А.Семкин